здрасте друзья мы с вами на канале это он тв программе особая папка меня зовут марк горин со мной в студии мой компетентный собеседник якоб кедни здравствуй я же послание президента россии владимира путина федеральному собранию как называется это официальный документ ежегодный а в этот раз она просто накануне выбора бы она имела особое значение и она вообще получила такой очень серьезный такую мировую мировой отклик особенно потому что он очень много в этом в этом послании уделил вопросу новых вооружений естественно мир как бы отреагированный достаточно остро вон там была конечно и хозяйственная часть может мы ее костемся если время будет начать вопрос вооружений он совершенно как бы новых вещах там прозвучали слова гиперзвуковых гиперзвукового оружия прозвучали слова беспилотных подводных водках комментарий очень много но хотелось бы вот нет ни одного комментария практически ни одного который бы объяснил что же все это такое конкретно без пафоса без политики боевой потенциал параметры подлетное время что это вообще такое насколько это серьезно ну смысл этой части вооружений он был двойной поскольку российское руководство и министерство обороны исходит из того что соединенные штаты планировали достигнуть абсолютного военного превосходства на российской армии примерно восемнадцатому двадцатому году исходили из того что россия не сможет создать виды вооружения которые будут соответствовать американской это шло прежде всего в области стратегических вооружений те виды вооружений которые были обнародованы они примерно разрабатывались последние семь восемь лет другие виды вооружений которые еще разрабатываются и все они не были обнародованы и поэтому это только часть было разговор шел в основном о стратегических видах вооружений или имеющих стратегическое значение кроме лазерного оружия она частично он а часть из них было известно и американцы было известно о том что идут работы в этом направлении что американцы не знали в какой стадии это находится это что часть из них уже готова к среднюю при применению в армии части уже применяются они уже фире я не уже сильно уже они не только в серии они уже в боевых числе учет например что это за виды вооружения 1 это ракета сармат ракета сармат она должна заменить ракету сатана которая называлась эта ракета обладающейся обладающей огромной грузоподобностью намного больше чем все другие ракеты и большим радиусом действия и высоты цифры ничего не скажет людям но я могу сказать что эта ракета в состоянии достигнуть соединенных штатах по любой траектории как через северный полюс так и через южный эта ракета работает на жидком топливе и запускается она из шахт в отличие от мобильных ракет которые работают на твердом топливе что замечательно в этой ракете и чем она важна у соединенных штатов нет пока подобной ракеты они только принципиально разрабатывают а вообще какие принципы должны быть новые межконтинентальные баллистические ракеты все их межконтинентальные баллистические ракеты они порядка 25-30 летней давности новых пока еще нету а эта ракета запаздывает немножко она еще не закончила все испытания это ты имеешь в виду сармат до сармат она примерно полтора года запаздывает запланированные объявленные сроки планируется что уже к началу конца этого года она будет готова к окончательно и следующем году она год-два она начнет уже поступать боевые части эта ракета может брать и порядка от 10 до 12 и даже больше боеголовок зависимости от их веса их конфигурации что интересно часть этих боеголовок обладают то есть часть из них боеголовки с термоядерными зарядами которые обладают высокой степенью маневрирования на разных высотах порядка 10 из них 12 боевых остальные ложные так это принимается это есть у американцев принципе но не в таком но не такую ракет что интересно что это ракеты боеголовки обладают могут обладать на определенных траекториях на определенном участке гиперзвуковой скорости гиперзвуковая скорость считается скоростью больше пяти скоростей звука в чем это интересно все ракеты противоракетные которые есть они обычно до четырех скоростей звука обладают скоростью и не в состоянии перехватить ракеты с гиперзвуковой скоростью по крайней мере те ракеты которые соединенных штатах сегодня я уже не говорю про ракеты патриот и все прочее но ракеты для перехвата баллистических ракет основные соединенных штатах она не не может перехватить ракету с такой скоростью она железный клуб а все это не не закупал вообще не против баллистических ракет то есть мы не делаем против баллистических ракет то что делается в израиле это это хэц хэц 3 хэц 2 хэц 1 есть американский тат что он что-то вроде бы с 400 они не перехватывают ракета с такой скоростью вот новая ракета которая закладывается сейчас начинается ее проектировка в израиле x4 по сообщениям которые были в печати она может перехватывать цели планировать в шесть раз преуходящий скорость звука может быть чуть больше вот это ракета с армад чем важно то что она может подлететь звуковая скорость и у нее ракеты а у ее боевых ракеты нет тем что она может подойти к любой стороны соединенные штаты не защищены системой противоракетной обороны вообще система противоракетной обороны соединенных штатов была построена небольшая система которая защищает вашингтон и центр и сейчас стали ставить батареи этих ракет на аляске но эти ракеты опять-таки против сармата они не смогут против их боеголовых действовать и поэтому была такая большая паника в соединенных штатах когда оказалось что северо-америко северо-вьетнам корейская ракета может долететь до побережья нет системы противоракетной обороны на побережье соединенных штатов почти нет то есть то что есть это не серьезно в соединенные штаты планировали свою систему обороны против ракет россии совершенно по-другому встречать эти ракеты сбивать их на взлете для этого они построили систему на кораблях и для этого они строят базу построили в румынии строят базу в польше и они планировали базы ракет большего радиуса действия которые будут сбивать ракеты поднимающиеся с территории россии с морских платформ с северного лица с баринцева моря с берегов норвегии и с средиземного и даже с черного моря то есть ракета можно сбить на взлете но оказывается на это россия ответила совершенно по-другому а вот что делать с ракетой когда она прилетает к территории соединенных штатов тут уже проблема и создание этих ракет стоит перед соединенными штатами огромную проблему спроектировать и создать систему противоракетной обороны которая охраняет соединенные штаты из запада и с востока то из двух побережья океана с севера аляска подкрепить и с юга то есть против мексики никогда же не никто же не ожидал что со стороны мексики она пойдет или это ракета сама по себе к ней еще дополнение россии удалось решить проблему которая бьется и соединенные штаты и китайцы и россия тоже после россии страна которая довольно хорошо продвинулась китай но соединенные штаты еще отстают это то что называется глайдер или боеголовка такой как бы космический аппарат ракета нет это сделал россия то что он обнаружил его скорость более 20 скоростей звука смысл такой что такая ракета как сармат выводит это на высокую орбиту в стратосфере оттуда отделяются эти боевеловки когда они находятся в стратосфере по тем или иным траекториям они устремляются вниз они могут маневрировать на тысячи километров справа в по вертикали и по горизонтали что очень затрудняет их обнаружение еще больше сбития и их скорость превосходит 20 скоростей звука то есть ничего подобного сегодня в мире нет и как с этим бороться это надо создавать новую систему как вообще и обнаружить эту систему и и что с ней дело это действительно тот витаружие который еще ни у кого нет россия уже провела все испытания и ввела их в производство когда они станут на вооружение это вопрос года двух-трех другая система которая очень интересная была россия сделала в той же области это то что называется кинжал кинжал это рисовая системы сети это система для атак ракетами как конвенциональными так и ядерными морских судов но и берегов и все что интересно тут россия использовала старые разработки старые сравнительно киуздала совершенно и сделала совершенно новое то есть что они взяли они взяли ракету которую все знают и скандер и скандер это ракета среднего радиосодействия до среднего радио до 500 километров по крайней мере и немножко ее изменили и ракета и скандер когда ее запускают и запускают земли то есть она тратит большую часть энергии и для меня скорости пока она выйдет на точку на баллистическую россия пошла по другому пути не взяли эту ракету и не стали ее пускать с самолета но они взяли самолет которого нет ни у кого но у россии он был он довольно старый самолет это миг-31 миг-31 это тяжелый перехватчик и они вдруг его стали использовать миг-31 было одно преимущество он набирал огромную высоту и он мог брать большой вес и его скорость доходила до трех тысяч километров в час так они взяли этот самолет который разгоняется до трех тысяч километров в час на этой скорости он пускает ракету то есть ракета уже есть начальная скорость 3000 километров в час она не должна тратить энергию на взлет и на выход на орбиту ты получила ракету которая радиус действия который две тысячи километров плюс 700 километров самолет этого самолета в нынешней модификации миг-31 то есть ракета идет две с половиной тысячи две семьсот километров но она по своей траектории и по скорости она переходит 10 скоростей звука то есть эту ракету ни одна система морских противоракетных вооружений не может с ней ничего вообще сделать поэтому эта ракета должна применяться против кораблей то есть есть такая ракета попадет в авианосец авианосец трудно защищать потому что радиус действия самолетов с авианосца он новый хорнет ф-18 усовершенствует чуть меньше тысячи километров а это может стрелять со скоростью расстояние намного больше по авианосцу другое скорость нет систем противоракетной обороны на море и на суше даже которая может делать что-то с ракетой со скоростью более 10 скоростей звука то есть это серьезнейшая опасность для авианосных групп особенно если принять во внимание что россия добилась повреждения также в том что американцы не ожидали в новом поколении об этом путин не говорил ядерных и термоядерных вооружений новые заряды допустим соединенные штаты ставят сейчас новые бомбы на своих базах термоядерные в германии там более двухсотых эти эти новые бомбы новые заряды ядерные они больше меньших размеров и больше эффективности это имеет огромное значение для ракет то есть на ракету можно поставить больше зарядов или ракета может с этим зарядом лететь на больший радиус действий хотя его эффект намного больше чем у старых и вот это позволяет это ставит под большую угрозу весь американский тех океанский флот когда идет авианосец группы сопровождения у него практически ничего не может сделать против этого самолета нужно добавить что радиус радиус действия на авиации анониме европавловная авиация самолета с авианосца и радиус действия до 1000 километров в новом варианте хорнет ф-18 который есть ф-35 вообще такой радиус не берет и он ничего не может делать у него нет никакого преимущества перед этим а здесь дальности выстрела дальность которой можно обстрелять это две тысячи это ракета и 700 самолета при условии при условии самолет может здесь провести дозаправку в воздухе и тогда его радиус увеличится то есть практически эта система и самолета самолеты миг-31 он сможет взлетать с базовыми без всяких проблем если надо это другая система которая была обнародована эта система подводного флота то есть подводная лодка как робот самоуправляемая она очень тихая и и одна из очередных черт глубина беспилотная она беспилотная да и и глубина под погружение более тысячи метров нету таких лодок самые глубокие которые есть у россии это порядка 600 метров у американцев 400 450 тысячи метров и больше глубина для подводного флота это что-то невероятно она может находиться под водой сколько угодно времени куда раз безлюдная она с ядерным двигателем она может сказать и у нее есть другие ракеты тоже самоуправляемые которые движутся со скоростью примерно в пять раз выше любого надводного или подводного корабля с большим радиусом действия те ракеты было сказано с ядерным зарядом они для поражения берегу портов береговых баз городов на берегу и маленькое слово там было цунами то есть эта ракета может взорваться на глубине на расстоянии километра тысячу километров на глубине на глубине моря или в почве или просто на большой глубине это было предложение сахарова свое время 50 мегатонн если будет 100 100 мегатонн то волна цунами которая пойдет на берег будет высотой 400 метров для сравнения могу сказать цунами которая была последняя на дальнем востоке высота была 14 метров что можно представить что это дело поскольку эти ракеты сам эти самоуправляемые они могут обходить места ловушки которые поставили американцы в океане для того чтобы их обнаружить но было еще одно вооружение который действительно оказался новым это крылатая ракета с ядерным двигателем ядерный двигатель обеспечивает ей любой радиус действия который она хочет если она может находиться в воздухе как угодно лететь по любой траектории она может опускаться до высоты несколько метров и может уходить в атмосферу она управляет такого нигде нет потому что никому не удалось еще создать такой миниатюрный ядерный двигатель который можно поставить на крылатую ракету это действительно что-то новое и это создает большие проблемы для любой стороны и последнее что было однородного россия решила проблему которые американцы и мы тоже не могли решить это лазерные пушки лазерной системы вся проблема была создать генератор который может создать пучок энергии в мегаватт россии удалось и первые два батальона вооруженные лазерным оружием находятся на северном участке на берегу северного ледовитого океана с их основная цель сбивать крылатые ракеты или баллистические ракеты которые будут направлены поскольку основной сегодня для россии это северные более опасные на юге из-за сирии из-за всего они немножко справились против ракет в румынии у них есть искандер они их уничтожат корабли американские средиземном море это только плавающая цель они ничего не смогут сделать то есть тут оказалось две вещи что во первых что россии удалось создать новые вооружения и не только не позволит американцам превзойти по качеству вооружения российскую армию но наоборот отставать определенных видов второе расчет на то что санкции подорвут экономику россии из-за слабости экономики у нее будет среди для того чтобы создавать новое вооружение оказались безосновательны то есть санкции не влияют ни на политику россии не на ее вооружение и теперь у соединенных штатов проблема создать виды вооружения противостоящие этим часть из них надо начаться с нуля разработка это семь восемь лет это огромные деньги часть создавать подобные вооружения чтобы у них тоже были это еще большие деньги еще несколько лет то есть на ближайшие 10 лет у американцев стоит колоссальная проблема резко увеличить расходы на вооружение на разработку новых вооружений как атакующих чтобы догнать так противостоящих и на этот период пока этого не будет россия создает себе стратегическое преимущество на которое с точки зрения вооружения у американцев ответа нет как заявил пару дней назад американский генерал отвечающий за системы противоракетной обороны он сказал мы не строили и у нас нет ответа на атакующий а виды оружия россии которые были продемонстрировать в россии в 10 раз меньше американского даже в 12 даже в 12 11 да покупательная способность населения падает это признают не падает упало упал да Силуанов министр финансов сказал что возможности поддерживать такой вот оплачивать он сказал это за неделю до выступления Путина паритет оплачивать мы не в состоянии срок новой загонки вооружения сказал Силуанов не соответствует ли уровень средней продолжительной жизни в России не соответствует цивилизованным нормам насколько я знаю у мужчин не достигает 70 лет а у женщин с его政策 ít